Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим, как хранить сливочное масло. Оптимальный температурный режим для хранения сливочного масла ежедневного пользования от 0 до 6 градусов. Именно такой климат может обеспечить холодильник. Здесь масло можно хранить 15 суток после вскрытия. Чтобы сливочное масло не было слишком твердым и легко намазывалось на хлеб, его стоит хранить на верхней полке холодильника или в отделении для фруктов и овощей или на дверной полке. А вот для длительного хранения, до одного года даже, нужно использовать морозильник. Но все же этот вариант не самый лучший, так как при длительном хранении на морозе сливочное масло становится менее вкусным и полезным и теряет свои свойства. Помните, что надолго оставлять сливочное масло при комнатной температуре нельзя. Из-за воздействия тепла и света оно станет желтым, окислится, потеряет свои полезные свойства и вкус. Впрочем, если холодильника рядом нет, например, в походных условиях или в дачном доме, вдруг сломался холодильник, отключили электричество, то сохранить масло можно одним из следующих способов. Чисто практические советы. Первый способ. Завернуть масло в хлопковую ткань, смоченную в растворе воды и уксуса. Когда ткань высохнет, снова смочить ее в растворе. Второй способ. Положить кусок масла в банку и залить уксусом так, чтобы он покрывал брусок на пару сантиметров. Третий способ. Брусок масла до 200 грамм или несколько брусочков. Завернуть пергамент. Затем поместить в глубокую емкость и залить крепким раствором соли. Хранить емкость с маслом в темном месте и менять соляной раствор ежедневно. В чем хранить? Хранить сливочное масло можно как в масленке, так и в фабричной, обычно фольгированной упаковке. Также подойдут пергаментная бумага или фольга. Главное, чтобы упаковка или емкость защищала масло от света. Не следует хранить сливочное масло в пластиковых контейнерах и полиэтиленовых пакетах. В такой таре продукт быстро прогоркает. Опять-таки радикалы видят, как нам подобраться, лишить нас в молодости. Пожелтеет и испортится. Всего вам доброго. На сегодня это все.